В Голливуде В Голливуде В Голливуде Всего там две с половиной тысячи имен, все эти звезды за их исключительные достижения были удостоены звездной аллеей славы. И вот что интересно, почти две тысячи лет назад, один из авторов библейских книг, написавший послание к евреям, предпринял в своей книге похожую попытку. Он создал там свою своеобразную аллею славы, увековечил этих звезд веры в одиннадцатой главе своей книги и сделал при этом просто невероятное заявление для своего времени. Сейчас я прочту вам эти слова. В одиннадцатой главе послания к евреям нам объясняется, что же такое на самом деле вера. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимой. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Это просто великие слова для своего времени. И далее мы читаем о людях, которые приложили к этому свои дары и о том, как их благословил Бог. Там упоминается Енох, живущий в обществе, у которого не было ориентиров, морального стержня и Бога. Мне такие люди прекрасно знакомы. Но Енох прошел весь свой земной путь с Богом. Даже тогда, когда все оставили Бога, Енох оставался с Ним, говоря, «Я верю». Задолго до того, как изобрели GPS, он нашел свою путеводную звезду в этой жизни. Его общность с Богом была такой огромной, что вечный Бог взял его к себе, не дав Еноху вкусить смерть. То есть, его просто взяли и поместили в мир Божий. Ной же получил возможность быть рядом с Богом, потому что он без всяких технических прибамбасов смог предвидеть, что вскоре наступит Великий Потоп. Он никогда не видел природных катастроф такого масштаба. Он никогда не переживал ничего подобного и все же построил с упованием только на истинное Слово Божие ковчег для спасения своей семьи. Его современники пропускали его предупреждения мимо ушей и громко богохульствовали. Но потом, когда разверзлись хлябы небесные, все шутки замолкли, а все плотины были сломаны. Ной все услышал правильно, и поэтому он и его семья выжили. В этой галерее портретов мы видим и Авраама, и его величайшей заслугой было его упование на Бога. Это был решающий фактор в его жизни. Уповая на Божьи слова, он оставил свою родину, не зная, куда его приведет этот путь. В Библии сказано, что Авраам, бывший уже слишком старым для зачатия ребенка, верил, что Бог, в конце концов, исполнит свое обещание ему насчет сына. И даже если все это слишком затянется, все это будет не напрасно, ибо все обетования вечного Бога исполняются. И в итоге, автор послания к евреям сообщает нам, что Авраам стал зачинателем великого рода. Его потомков стало столько же, сколько звезд на небосводе или песчинок в море. Их стало просто бесчисленное количество. А еще он заработал себе воистину великое имя. В трех самых крупных мировых религиях его считают отцом веры. В аллее славы послания к евреям мы можем видеть также и Моисея, величайшего освободителя еврейского народа из египетского рабства. В вере и опять же в уповании на Божье Слово он вел свой народ через море и пустыню до самых гранит земли обетованной, где образы правления взял Иисус на вин. Список познавших Бога людей просто бесконечно длинен. Поэтому в 32-м стихе этой главы автор послания к евреям восклицает, «И что еще скажу?» Если начать рассказывать истории обо всех верующих, которые истинно верили, это займет очень много времени. Например, истории великих пророков, которые предсказывали людям Слово Божье. Или истории людей, которые только из-за своей веры подвергались гонениям, переживали лишения, испытывали мучения, но в итоге стали настоящими героями и героинями. В Библии об этих людях сказано, что они были слишком хороши для этого мира. Они возлагали свои надежды на воскресение, считая, что оно принесет им лучшую жизнь, и Бог их не разочарует. И такие истории происходят и по сей день. Почти каждый день мы можем слышать сообщения о людях, которые подвергаются гонениям из-за своей веры. И в конце перечисления всех этих свидетельств живой, истинной, динамичной и действенной веры, автор послания к евреям, наконец, обращается лично к нам. Он рассказывает нам множество этих историй только с одной целью. Он хочет повлиять на нас. Он хочет призвать нас к действию и вдохновить нас. Поэтому он как бы спрашивает нас, а как насчет вас? Как обстоят дела с вашей верой и вашим упованием на Бога? Вы ощущаете Бога так же, или ваша вера — это нечто, не приносящее плодов? Например, если вы только можете представить себе, что есть некая высшая сила, это вам многого не даст. Давайте сейчас перейдем к 12 главе послания к евреям и прочтем ее начало. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с нетерпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Он пришел к нам, и теперь Он с нами». Автор послания к евреям перечисляет нам всех этих людей и говорит, «Они — это свидетели, но они не мертвы. Они живут в другом мире, и они рядом с нами. Они предшествовали нам, и оба этих мира существуют на самом деле». На гору, где был провозглашен Иисус, поднялись Моисей и Илья. Они живут с Богом. Они не растворились и не исчезли в никуда. Иисус, Сын Вечного Бога, говорит, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». А в другой раз он говорит, «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Это и есть христианская вера. И действительно, воскресение Иисуса — это центральное событие Евангелий. Поэтому автор послания к евреям и пишет, «Поскольку у нас есть столько свидетельств, и поскольку эта вера Духом Божьим ожила в нас, мы можем свергнуть все, что нас отягощает». Я встречаю каждый день так много людей, которые ходят по нашему городу, отягощенные проблемами. И автор послания к евреям говорит в своей книге и о нас. Он использует при этом личное «мы». Он говорит, «Мы несем слишком тяжелое бремя из-за нашего Господа, и это бремя отягощает нас и осложняет нашу жизнь». Нас отягощает бремя беспокойства, бремя страха, страха перед будущим, страха перед смертью. В нас живет очень много страхов, а тот, кто отягощен, не может радоваться. Лично мне очень помогла книга Вернера Тики Кюстенмахера под названием «Simply Five Your Life», что означает «Дупрости свою жизнь». Благодаря ей я осознал много важного и стал работать над собой. Я осознал, что в нашей жизни есть много лишнего времени и балласта, стоящих как и у нас в квартирах, так и в офисах, валяющихся тут и там, пылящихся на полках, но никак не функционирующих. Мы должны за всем этим ухаживать, все это чистить, сдувать со всего пыль. Все это лишь воспоминания о том, что сегодня для нас ничего больше не значит, и наша работа тоже отягощает нас. При этом мы лишаемся жизненных сил, и поэтому у меня есть предложение для вас. Я сам сейчас этим занимаюсь, и поэтому говорю об этом с таким энтузиазмом. Превратите это в приключение, в игру, освободите свой дом от хлама, отсортируйте все лишнее, посмотрите вокруг и решите, что из ваших вещей вам не нужно. Какое же это удовольствие наводить порядок и после этого быть в состоянии, наконец, спокойно вздохнуть. Возьмем, к примеру, письменный стол. Кому же понравится работать за столом, заваленным бумагами и книгами, за столом, на котором царит хаос? Кому же понравится работать за таким столом? Человек будет сидеть за ним и думать, «Боже мой, мне надо столько всего сделать!» Духовная жизнь некоторых людей напоминает чулан, заваленный всяким мусором. И при этом они удивляются, почему они так пассивны, так негативно настроены, постоянно больные, уставшие и депрессивны. Так давайте же избавим свои души от всякого охлама и яда. Но как? Как нам это сделать? Иногда нужно просто прибегнуть к прощению, как со стороны Бога, так и со стороны людей. Прощение творит чудеса, чудеса освобождения. Так давайте же стряхнем с себя всю эту фрустрацию. Например, это можно сделать добрыми словами, а еще мы можем делать добрые дела, чтобы облегчить себе совесть. Я прекрасно помню, как к нам пришел Фредди. До этого он успел украсть много пар обуви. Все они лежали у него дома, сложенные в коробках. Он их никогда не надевал, ему нравилось просто их красть. И вот он пришел к нам на службу, его переполнило Божьей любовью. И тогда Бог сказал ему, «Парень, это только отягощает тебя. Наведи порядок в своей жизни». И тогда Фредди взял эти коробки с обувью и понес их назад в обувной магазин, откуда он их украл. Это было здесь, в Берлине. И директор магазина чуть было не упал с табурета, когда увидел всю эту украденную обувь. Он спросил, «И что, ты украл всю эту обувь из этого магазина?» «Да, начальник». Он получил прощение. Начальник не стал вызывать полицию, потому что был просто потрясен тем, что молодой человек может в таком признаться. Кстати, вы читали историю о той девушке, о той молодой мусульманке, которая приехала в Европу и оказалась в Берлине. Она сначала увидела одну пожилую женщину, а потом увидела, что эта женщина забыла свою сумку. Она открыла эту сумку и обнаружила там золотые слитки и наличные деньги. Стоимость ее находки составила порядка 14 тысяч евро. Это произошло на днях в нашем городе. И тогда она отнесла свою находку в полицию и отказалась брать там деньги, причитавшиеся ей в качестве вознаграждения за находку. И когда полицейские спросили ее, «Почему вы не взяли вознаграждение?» Она ответила, «Моя религия запрещает мне брать деньги у чужих». Прочитав эту историю, я подумал, «Вот это да!» Когда мы делаем что-то понятное, когда мы выговариваемся, когда мы обретаем прощение, и очищаемся от своей вины, это того стоит. В нашей стране есть много людей, которым не хватает воздуха из-за того, что они в долгах, как в шелках. Я знаю, что в США есть церковь, где люди выходят к алтарю, чтобы посвятить свою жизнь Иисусу и разрезают свои кредитки. Это величайшее искушение для некоторых людей. Они тратят на право и налево деньги, которых у них нет, а потом их настигает кара. Из-за долгов нам порой бывает сложно дышать. Но мы можем сходить на бесплатную консультацию по задолженностям, где нам все разъяснят, и тогда мы поймем, мы можем жить дальше. Если мы нечисты с Богом и согрешили против Него, тогда нам помогут молитва и общение с Иисусом. Он наш Искупитель. И исповедь — это просто чудесный способ в таком случае. Во время исповеди мы можем выговориться. Уже Исаия сказал по Божьему поручению, «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». А Иоанн Креститель, указывая на Иисуса, говорил «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Когда мы приходим к Иисусу, мы знаем, что нас всегда выслушают. И как показывает опыт, именно так и спадают оковы, уходят все тяготы, приходят освобождения и исцеления. Согласно одной древней пословице, спокойная совесть подобна мягкой подушке. Жизнь в Библии, в том числе и в отрывке, который мы сегодня разбираем, часто сравнивается с движением. Павел писал «Я иду вперед, чтобы достичь цели». И это делается не коротким спринтом, а длительным забегом, подобным марафону, который как раз сегодня проходит в нашем прекрасном городе Берлине. В этом забеге участвуют почти 44 тысячи бегуна из 137 стран. В этом городе вообще ставится много рекордов, потому что у нас хорошая дорога, а людям такое нравится. Если бегуны бегут марафон, то мы, водители, занимаемся бегом с препятствиями. Мы делаем это в том числе и в церкви, не правда ли? Но есть одно решающее отличие между марафонским забегом и нашим забегом длиною в жизнь. Во время марафонского забега вы примерно знаете, сколько вам бежать. Бегун знает трассу. Он в курсе, где находится финишная черта. А в жизни все совсем по-другому. Мы не знаем трассу. Мы не знаем, что ожидает нас на следующем перекрестке за следующим поворотом. Жизнь полна сюрпризов. Кроме того, мы не знаем, сколько времени нам еще бежать и где находится финишная прямая. Мы тоже не знаем. Чем короче оставшийся отрезок, тем больше выигрывает каждое решение в своих значениях и весе. Некоторые из слушающих меня здесь, возможно, находятся еще в самом начале своего забега. Другие же уже скоро финишируют. Никто из нас точно этого не знает. Никто из нас точно этого не знает. Никто из нас не знает, будет ли он завтра жить. И автор послания к евреям просто великолепно описывает свой жизненный забег. Он пишет, «Я знаю, что имею вокруг себя целое облако свидетелей. Они были до меня. Они выстояли много битв, приняли на себя много трудностей и справились с ними. Я хочу быть, как они». Они просто прекрасные вдохновители. Затем автор послания к евреям добавляет, они словно очерлидеры, «Когда я оказываюсь на обочине жизни. Они свистят, клопают в ладоши, ликуют, призывают к действию и вдохновляют меня двигаться вперед. Они кричат мне, «Эй, продолжай, продолжай, не сдавайся. Мы это сделали, и у тебя все получится. Вперед!» Мне кажется, так и должна выглядеть церковь. В церкви должно быть полно позитивных и радостных людей, которые не принуждают друг друга, а стимулируют друг друга, говоря, «У тебя все получится. Давай, я с тобой. Вместе мы это сделаем!» На прошлой неделе в фитнес-центре со мной произошел просто прекрасный случай. Мне надо было 15 раз поднять обычный вес, после чего я был сильно изнеможден и поэтому сидел на скамейке и тяжело дышал. И тут ко мне подошел коренастый мужчина и с улыбкой на лице сказал, «Да-да, дух бодр, плоть же немощна». И тогда мой тренер посмотрел на меня, а он мусульманин, и спросил меня, «Откуда эти слова?» И я ответил, «Из Библии». И тогда незнакомец рассказал нам, что он оперный певец, но из-за болезни некоторое время не может заниматься своим ремеслом. Поэтому он начал ощущать себя так, словно упал в темную глубокую яму. Для него это была настоящая трагедия и катастрофа. Как-то он сидел у себя дома, переключая каналы, и внезапно попал на какую-то вдохновляющую, полную энтузиазма речи, стал с интересом ее слушать. С тех пор он не пропустил ни одной программы. Прощаясь с нами, он сказал мне, «Я безмерно благодарен вам, и вот, наконец, у меня есть шанс сказать вам это лично». Эта программа мне чрезвычайно помогла снова увидеть свет и выйти из тьмы, выбраться из этой ямы. Говоря эти слова, он выглядел очень счастливым. И что уж говорить, весы остаток дня, я ощущал себя еще счастливее его. Наблюдая за жизнью, мы можем оказывать как хорошее, так и плохое влияние. Неважно, пожилые мы или молодые, мы можем все изменить. И даже в этом городе, и даже в районе Вестен. Давайте вспомним о мальчике, у которого с собой был всего один обед на одного человека, состоящий из пяти хлебов и двух рыб. Вот и все, что у него тогда было. Это было немного. Этой еды как раз хватило бы ему на один день. И вот Иисус сказал, нам надо накормить эту пару тысяч человек. И ученики ответили ему, ничего не выйдет. Это сделать невозможно. Мы можем долго высчитывать, но у нас ничего не получится. А пекарня в шесть вечера уже закрыта. Там нам не дадут булочек. Кроме того, вряд ли у них будет достаточно еды, чтобы накормить столько человек. Это невозможно. Просто невозможно. Но один мальчик... И я думаю, что именно поэтому Бог так любит детей, потому что они такие простые, без всяких сложностей и так полны доверия. Так вот, этот мальчик сказал, Иисус, у меня есть совсем немного, но я отдаю тебе все, что у меня есть. И после этого произошло чудо. Я думаю, что такое никогда не забудешь. Просто представьте себе, как Иисус все ломает и ломает хлеб, а рядом стоит этот мальчик и про себя удивляется. Как это у него получается? Да, мы порой ведем себя очень странно, мы читаем истории и ничего себе не представляем. А ведь это была просто сенсация. Иисус накормил толпу всего пятью хлебами и двумя рыбами. И в итоге этому мальчику в качестве дивидендов достались еще 12 корзин еды. Какое хорошее вложение. Его любовь, его самоотдача, его вера помогли накормить целую толпу при помощи чуда. То немногое, что он отдал, создало предпосылки для чуда. И сейчас я вижу Моисея у неопалимой купины. Он говорит, Боже, это круто, что ты такой всемогущий и можешь даже устроить фейерверк в пустыне. Но я видел, как страдает мой народ. Так, сделай же что-нибудь, Боже. Так думают многие. Сделай же что-нибудь. Я же молился. Но Бог отвечает, нет, я ничего не сделаю. Это ты что-нибудь сделай. Ты пойдешь к фараону, а я пойду с тобой. Вот и вся тайна. Не надо говорить, Боже, сделай же что-нибудь. Бог ничего сам не делает. Он делает все через людей, имеющихся у него в распоряжении. Он говорит вам, я рассчитываю на вас, я ожидаю вас, я дарил вас дарами, сделайте хоть что-нибудь. Да, даже таких крох хватит для того, чтобы совершить чудо. Аллилуйя. Один человек в возрасте около 80 лет посадил яблоню. Мимо проходил один молодой человек, увидел, как этот пожилой человек с трудом выкапывает яму, подготавливает место, помещает туда небольшой саженец и делает все это с любовью. И тогда молодой человек остановился и с циничным выражением лица сказал этому старику, да ты просто не успеешь и яблочко съесть с этого дерева. Да, ты прав, ответил ему старик. Да, я не успею, но другие точно успеют. Он думал не только о себе. Он думал о будущем, он думал о других. Он сказал, и поэтому за то время, что еще у меня осталось, я хочу хотя бы посадить яблоню. И это правильный настрой. Такие вдохновители — это самые важные люди, которых Бог призывает в свою церковь. Иисус был и остается величайшим вдохновителем во вселенной, с которым никому не сравниться. Как часто я разочаровывался, хотел все бросить и уйти прочь, но всякий раз он обращался ко мне все теми же словами из Библии, и я просто не мог устоять после этого. Не бойся. Говори и не молчи. Я с тобой, и никто не сможет противостоять мне и причинить тебе вреда. Тот, кто так думает, убежденно говорит от самого сердца. Я знаю, что небеса не пусты. А чтобы прийти к Богу, достаточно всего лишь помолиться. И если вы откроете свое сердце для Него, Спасителя и Царя Царей, Он придет к вам и поселится в Нем навсегда. Поэтому откройте свои сердца перед Ним. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Wow!